Также в Санкт-Петербурге сейчас проходят Дни культуры Новосибирской области. Лучшие творческие коллективы в режиме нон-стоп работают в центре города. Жители северной столицы могут бесплатно посетить концерты, выставки, кинопоказы. Дни культуры Новосибирской области приурочены к 320-летию Санкт-Петербурга. Юбилей город Неве празднует уже в это воскресенье, а в четверг и в пятницу принимает щедрый подарок от нашего региона. Во-первых, хотелось бы мне от имени всех новосибирцев, которые сегодня приехали в замечательный город, в северную столицу, в культурную столицу нашей страны, от всех поздравить вас с днём рождения, с юбилейным днём рождения, с 320-летием основания Санкт-Петербурга. И то, что мы вывезли сегодня семь концертных коллективов, два из них профессиональных, это Сибирский хор и наш симфонический оркестр, пять студенческих коллективов, два музея, театр Глобус вывезли. Конечно, для нас такой культурный удар, который мы совершили. Центральная площадка Дни культуры, комплекс зданий и дворы государственной академической копылы Санкт-Петербурга. Это место в самом центре, и, что очень важно, проходной уже через несколько часов. Здесь будут толпы туристов, которых встретят и новосибирские музыкальные коллективы, они выступают под открытым небом, экспозиции, которые также развернуты и во дворах, и в помещениях копеллы. И, кстати, вот эта концертная организация, петербургцы, стали одним из инициаторов проведения Дней культуры. Это дворы копеллы, которые по центральному району Петербурга проводят гостей города и горожан на Дворцовую площадь. Сюда, в копеллу, приходил император, императорская придворная, петербургская копелла. И точно так же сейчас в Дворцовой площади публика приходит на концерты в копеллу. Поэтому это такое место очень распространенное для прогулок горожан и гостей города. Поэтому очень важно, что именно в этих дворах Сибирь здесь. Наши связи многолетние с копеллой, о чем мы сейчас говорили, они продолжаются, мы их выстраиваем. И эта история с кедрами, это тоже наша, потому что она так же выстроена на взаимоотношениях с ленинградскими детьми. Потому что лапником выстилали сани, лапником укрывали детей, тулупов не хватало. Отваривали, сушили шишки, толкли их вместе с верхней частью, добавляли, чтобы детей в порядок надо было приводить. Иголками, иголки запаривали и так далее. То есть это вот улица Новосибирская, сквер Новосибирский. То есть это вот такая вот история, так что у нас такая наполненная, она смысловая история, с которой мы сюда приехали на эту территорию. Нас по-другому не бывало. В рамках Дней культуры наш регион передал Санкт-Петербургу, точнее музею оборонной блокады Ленинграда, небольшую скульптуру валеночки, а на них гнездо с птенчиками. Это очень символичный подарок, который напоминает о давней связи двух городов Новосибирска и Ленинграда. Мало кто знает, что в наш регион, кроме культурных ценностей, кроме творческих коллективов, были эвакуированы более 20 детских домов. И вот жители Новосибирской области, чтобы ребятишки не замерзли, когда приезжают к нам в город, приносили на станции валенки, в которых буквально погружали маленьких детей или обували тех, что постарше. Это позволяло избежать обморожения. Эту скульптуру накануне передали в торжественной обстановке. На церемонии был и губернатор Санкт-Петербурга Беглов, и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. И, конечно, вот этот маленький символический жест, он только укрепляет дружбу между двумя регионами – Новосибирской областью и Санкт-Петербургом. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Новости ОТС.